Здравствуйте! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». В гостях у нас Елена Попанова. Приветствую вас. Я не представил вас с именем-отчеством, потому что мне кажется, что вас должно уже было достать, что вас прежде всего позиционируют как дочь того самого великого Попанова. Или мне это кажется? Ну, в общем-то, да, конечно. Мне это немножко надоедало. Когда я была молода и юна, я очень из-за этого комплексовала. Вас Елена Анатольевна тогда не называли? Меня не называли Елена Анатольевна. Но, между прочим, сейчас и бывают такие случаи, что Елена Анатольевна зовут Александровна или еще что-то. А здесь недавно мне очень был смешной случай. Позвонили, я не скажу, из какого канала. И они мне, просто чтобы не компрометировать людей, они мне сказали, скажите, пожалуйста, вот, может, вы что-то знаете, может, папа просказывал, как он снимался с актрисой Инна Гулая. Я говорю, а где он снимался? Ну, как же, когда деревья были большими. Я говорю, знаете, посмотрите внимательно. Там снимался не Попанов, там снимался Юрий Никулин. А, ну да, извините, извините, они так стушевались, и вот просто путают, сейчас уже все на свете. Типаж такого человека со смешным лицом, условно говоря. И, кстати, насколько я знаю, Никулин тоже переживал, что драматически глубоких ролей ему не доставалось после того, как он выступил в качестве, там, ну, болвана в этой треаде знаменитой. И к вашему папе тоже вот образ Лёлика из, понятно, какой комедии, из «Биллианты руки», он тоже, в общем, как бы приклеился. И я, насколько понимаю, это ни вам, ни ему особенно не нравилось, что его воспринимают именно как Лёлика. Ну, во-первых, я немножко с вами не соглашусь, потому что я, если мы сейчас с вами посмотрим его фильмографию, ну да, в театре сатиры, он работал в театре сатиры, это специфический был театр, который, конечно, в основном сатиру и комедию ставил. Но если посмотреть фильмографию, у него комедийных ролей сатирически в кино раз-два и обчёлся. В том-то и дело. И очень много драматических, серьёзных, начиная с «Жилых и мёртвых», «Наш дом», «Белорусские вокзалы» и так далее, тому подобные. Десятки картин, где он играет серьёзные роли, а комедийных там очень мало. Я об этом и говорю. Я об этом и говорю. А помнят в основном, когда первый образ Попанов всплывает, вот именно вы завелись. Вам это... Нет, ну просто многие вот этот вопрос задают. Я говорю, посмотрите фильмографию. В театре, да, в театре было много. Кстати, насчёт театра. Я так понимаю, что именно он вас и не пустил в театр сатирой. Ну да, они как бы не хотели. Они это... Мама с папой, да. Они говорили, ты недостаточно красива. Ну как бы ты будешь играть характерные роли, ты же не сможешь там играть героиню или ещё чего-то. Хотя сейчас, в общем-то, всё это размыто. Сейчас такого конкретного ампула нету. В театре и в кино, потому что всё разное бывает. Вот. И как бы они меня отговаривали, потому что они понимали, что, в общем-то, для женщины это довольно... Ну такая серьёзная профессия, которая требует полной самоотдачи. Иногда даже надо будет забывать о семье и о детях, потому что это могут быть гастроли, поездки там. Вот. И поэтому, да, они меня отговаривали. И ещё такой был аргумент. Вот ты пойми, что не всё зависит от таланта. Это действительно так. Очень зависит много от стечения обстоятельств, от удачи. И даже от твоего характера. Потому что не всё зависит от способностей и таланта. Мы знаем прекрасных много, я знаю, артистов талантливых, о которых никто не знает. И менее талантливых, которые как бы звучат на всю Россию. И считаются звёздами первой величины. И поэтому, к сожалению, это такая грустная, можно сказать, история. Я так понимаю, что вы-то как раз ради своих детей карьеры пожертвовали. Да, в какой-то степени в начале, да. Причём я, конечно, об этом сожалела потом. Что пожертвовали? Да, да, да. Потому что я много отказывалась. Я как закончила вуз, и даже на четвёртом курсе я там начала сниматься. Я снималась на белорусской студии, на белорус-фильме. Я снималась на одесской студии. Даже Никоненко меня пробовал на фильм «Трэн-трава». Он меня случайно увидел в Доме кино. Не знал, что я актриса. Я была девчонкой. Пришла там на какую-то премьеру в Дом кино. Я была студенткой первого или второго курса ГИДИСа. И он меня увидел и подошёл ко мне. Говорит, вы знаете, вот я бы очень хотела вас попробовать в кино. На одной из ролей главная роль в фильме «Трэн-трава». Вот я сам написал сценарий. Потом он узнал, что я... Я ему сказала, что я студентка ГИДИСа. Фамилию меня не озвучили. Потом он узнал, что я это... Когда уже стали приглашать на пробы. И он очень хотел, чтобы я сыграла эту роль. Он говорит, вот это вот просто твой характер. Но я была молода. Мне она была лет 19. А там героиня была за 30 уже. Её потом сыграла Федосеева Шукшина. У меня было много проб. Но потом худский худсовет утвердил Федосееву Шукшину. Она была и постарше, и как раз такой возраст был. Она уже такая была состоявшаяся. А я была ещё юна для этой роли. Вот. И поэтому, когда мне... Когда у меня сначала одна дочь родилась, я отказывалась. Меня приглашали на съёмки. Там, помню, на «Беларусфильме» был довольно большой проект. Я должна играть вторую была роль по сценарию секретарь Зинаида Шуранова. Такая, я помню, актриса была в Ленинграде. Вот она играла главную роль. Я вторую роль должна была играть по величине её секретаря. Она какой-то там или директор завода, или ещё что-то. Я отказалась. Потому что нужно было ехать, оставлять детей. Потом был такой эпизод ещё в театре, когда я... Сейчас, вот понимаете, сейчас же актрисы, они не сидят в декрете, по-моему. Насколько я знаю, наш театр, у нас рожают актрисы. Ваши-то и... Театр Ермоловы, да. У нас актрисы рожают, и через месяц они уже играют. И даже ещё раньше. Вот. А я полтора года сидела с одним ребёнком, с другим ребёнком сидела год. И мне родители говорили, ну что-то не надо. Сиди-сиди, ещё всё успеется, ещё всё будет, всё будет, всё будет. И это было советское время, и спектакль, в котором я там играла большую роль, собрался на гастроли ФРГ. Вот. И мне звонят, как я была первой исполнительницей, «Лена, ты поедешь в ФРГ на гастроли с спектаклем?» Я говорю, да нет, я не поеду, а как же я вот кормлю ребёнка, и всё. Я отказалась. И была череда таких историй. Ну, ваши родители как раз ровно наоборот. Поддерживали, да, потому что им было это легко. Понимаете, что я сижу с детьми, и всё. Да, ну, в Абас-то они, как сейчас принято говорить, слили своих бабушек в коммуналку. Но это было ещё не из-за того, что... Ну, в общем-то, да, мама была актрисой, но ещё там не было условий, потому что, когда я родилась, бабушка с дедушкой жили в коммунальной квартире. В этой коммунальной квартире было, наверное, 10 или 12 комнат. Большая коммуналка. Коридор такой, с одной стороны, двери, двери, значит, каждая дверь, там комната, там люди. Да, мне произошло, что там мужской и женский туалеты были. Да, у нас был вот именно мужской и женский туалет. Ты первый раз такой слышал? Там не знал о таком формате. Нет, только с холодной водой. И рукомойники. Горячей воды не было. Вот. И ещё был телефон, телефонная будка. Вот. Иногда, когда человек там застревал больше пяти минут, в телефонной будке стучали, что нельзя долго рассказать по телефону. И кухня, плиты, плиты, плиты. И каждая хозяйка там убирала. Кто-то не убрал с сабы, кто-то мусор не вынес. Были скандалы. Он просто, знаете, как в коммуналке настоящий такой, как в кино сейчас показывают, ругались. А мне было это очень интересно. Я выглядывала из комнаты, думаю, кто там ругается. Тётя Шура с моей бабушкой или тётя Настя там. Вот. И бабушка говорит, всё, уходи отсюда, уходи, уходи, уходи. Нечего здесь тебе стоять, слушай, чего там ругались. В одном из интервью, кстати, сказали, что причиной, по которой вас к бабушке отправили, это были папины запои. Нет, это не совсем так. Вот я просто недоговорила. И была комната. Когда я родилась, эту комнату перегородили деревянной, не деревянной, а картонными коробками сделали такую перегородку. Картонную. Это у родителей? Да вот в коммуналке, где бабушка с дедушкой жили. Потому что у мамы не было с папой своей жилплощади. А, не было? Жили в одной комнате, бабушка с дедушкой, мама, папа. Я родилась. И перегораживается эта комната такой стеной из картонных коробок, оклеивается обойми, чтобы как бы, ну, чтобы ребёнок был, ну, чтобы мог заснуть, ещё что-то. Короче, из одной комнаты сделали две. Они получились такие длинные-длинные. Вот. И потом уже маме с папой дали комнату в общежитии. Сколько вам лет было? У меня ещё годика, наверное, не было, или годика два. А, это в общежитии комната была, это не квартира. Почему они меня не взяли с собой-то? Им дали комнату в общежитии. А бабушка с дедушкой были на пенсии. Дедушка был военный. У него была хорошая тогда, по тем временам, военная пенсия. И мама сказала, я оставлю Лену. Бабушка говорит, конечно, Лену оставляй. Ну, потому что мама не собиралась никуда уходить. Никакие там декреты. Ну, не в декреты, а вот по уходу за ребёнком. По-моему, раньше и не давали. Раньше, по-моему, три или четыре месяца, что ли, было. Это потом уже давали. Они уехали туда. Мама работала. И с кем тогда оставлять ребёнка? А так я с бабушкой, с дедушкой задержалась на 15 лет. Я 15 лет с ними прожила. И потом уже, когда дали им квартиру в центре Москвы, это сначала дали в Новых Черёмушках, я туда не поехала, меня как бабушка не отпустила, потому что я в школе училась, в начальных классах. А потом уже дали им квартиру от театра «Сатиры» на Спиридоновке. Это была сейчас Спиридоновка, сейчас улица Алексея Толстого. И тогда уже они меня забрали. 9-й, 10-й класс я заканчивала там. Ваша мама ушла в 19-м году. Ну, то есть более 30 лет прошло со смерти с ухода Попанова. А у неё были другие браки? Нет, 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 нет. Она даже не мыслила. Хотя что-то она заикалась, что, в общем-то, может быть, кто-то там, по-моему, за ней то ли ухаживал, то ли нет. Но она всегда говорила, нет, у меня больше. Вот я должна быть, ну, вдовой. Вас никогда родители или мама, или папа не спрашивали вашу оценку, как профессионалы, их работы в кино? Не обсуждали никогда? Ну, во-первых, мама очень мало снималась. Нет, никогда, никогда. Вообще, как-то, я уже говорю, что до 15 лет я с ними не жила. Потом школа, последние классы, потом институт. И как-то после института очень быстро вышла замуж сразу. А закончила и сразу вышла замуж. Были слухи, что по расчёту ваш муж выбрал дочь, папа. Ну, да, и задержался со мной больше, чем на 40 лет. Да. Ну, расчёт, я так понимаю, никакого не могло быть в силу материального аспекта. Ну, да, да. Но мне единственное, что нам родители помогли, купить кооперативную квартиру, однокомнатную, на метро Юго-Западное. Вот там нам купили квартиру. Однокомнатную. Сейчас, я насколько понимаю, огромный материальный разрыв между кинозвёздами нынешнего времени и звёздами советского времени. Или это обывательское заблуждение. И в советское время тоже люди вот такого масштаба, звёздного, они жили гораздо лучше, чем их коллеги, не достигшие этого статуса. Вы имеете в виду материальное? Да, материальное. Или какой-то морально? Нет, материальное, в смысле. Квартир, машин. Да, я думаю, конечно, сейчас намного больше. Я сейчас думаю, сколько бы мой папа сейчас зарабатывал, если бы он не ушёл в 87-м году. Было бы, наверное... Ну, конечно, материально, это я с вами полностью согласна. Сейчас совсем другие деньги. Кого-нибудь из молодых актёров и актрис нынешних, вы отмечаете, как перспективных, как тех, которые могут прийти на смену вот этому уходящему сейчас год за годом поколению великих советских актёров? Мне сейчас так трудно сказать. Ну, вы следите за тем, что появляется там на экранах телевизор, в смысле сериалов, ходите на премьеры? Ну, конечно, да. Или вы театральный человек исключительный? Нет, ну почему? Я сама снимаюсь изредка, правда. Ну, вот Саша Петров, мы с ним очень интересно познакомились. Я снималась в фильме «Обнимая небо», играла там учительницу русского языка и литературы. Сидит молодой парень. Мне сказали, что он главную роль играет. А так как у меня на то время было очень мало спектаклей, я практически в театре редко появлялась. Вот. И мы с ним что-то разговаривали. А где вы работаете? Он говорит, я работаю в театре Ермоловой. Я говорю, да, как интересно. А что вы там? Он говорит, я сейчас буду играть там Гамлета. И вот мы там с ним познакомились, на съемочной площадке. Вот. Ну, конечно, он мне очень нравится. Я считаю не то, что он уже состоявшаяся звезда, но по тому времени, если брать вот сериал «Обнимая небо», он, конечно, там очень здорово играл. И это абсолютно правомерно, что он, я считаю, что из молодых это какая-то звезда первой величины. Вот. Что касается девушек, я когда... не очень в теме. Хотя я смотрю кино, смотрю сериалы, но как-то вот не могу никого отметить. Может, просто не задавалось. Иногда кто-то нравится, как играет, но не запоминаешь это. Одна из самых обсуждаемых ваших работ в прессе – это как раз сериал «Гай Германики. Школа». И я недавно беседовал с Никитой Сергеевичем Михалковым, спросил его, почему вот сейчас появились у нас женщины-режиссеры. И у нас, и на Западе. И знаете, что он сказал? Что это на фоне обнищания мужского духа. Как вы сможете оценить это высказывание? Вы наблюдаете обнищание мужского духа вокруг себя? Нет, я наблюдаю то, что действительно много стало женщин-режиссеров. Вот недавно я смотрела фильм «Анна Меликян-Трой», который мне очень понравился. Ну, кстати, вот «Виктория Исакова» мне очень нравится. И даже «Юлия Персильд». Вот они играют, мне кажется. «Виктория Исакова» она постарше, а вот если брать «Молодые», то вот... Сериал «Школа» по-разному освещался в прессе. В частности, было много негатива. И говорил, что таких школ как бы нет. Я видел ваше интервью, где вы, ссылаясь на личный опыт своих знакомых, говорили, что как раз там достаточно адекватно показана современная школа. Ну, во-первых, я вам должна заметить, что это все-таки художественное произведение. Конечно, да. И если бы все так было документально, там специально есть завязка, и что, может, не очень было бы интересно смотреть. Но, конечно, я считаю, что в школе и сейчас есть эти проблемы. Например, не будем... Ну, вот, когда моя дочь училась, у них там в классе были такие проблемы. Такие-то какие? Наркотики, ранние беременности? Ранние беременности, да. Одна девушка там была в классе, это я знаю. А в советских школах разве такого не случалось? В советских школах? Да, в советское время. За компанию? Ну да, да. А вы знаете, у меня... Я когда курила, когда училась в седьмом классе, вот когда жила с бабушкой, с дедушкой, мне там очень нравился один парень, я в него была влюблена, он был второгодник, почему-то мне все время нравились второгодники. И у меня была подружка, я так страдала, я крала у дедушки сигареты в седьмом классе, мы шли с ней, и я курила, и так играла, все такое несчастное, что я курю, что у меня такая душа, душа моя раздирается, сердце разрывается. Вот это немножко была такая игра, знаете, такая подростковая игра. Ну, то есть вы уже актрисой были, фактически, еще до того, как стали профессионально заниматься. Когда вы для себя точно определили, что вы будете на сцене и на экране? Ну, наверное, где-то в девятом, десятом, в старших классах. До этого была какая-то мода, у нас, многие мои подружки хотели быть геологами, археологами, я тоже хотела, а потом... Именно подружки, я вот очищаю. Да, подружки, да. Во дворе, мы же все раньше гуляли во дворе, это сейчас вот никто никого не пускает, а мы раньше же были, я как уроки сделала и уходила, и бабушка только кричала, Лена, домой уже поздно вечером я возвращалась. Такая была дворовая девчонка. Вот, и поэтому все мои друзья, как хотели, вот такие романтические профессии, археологи, геологи, вот такое у нас было очень модное. А потом как-то меня переклинило на актрису. Когда-нибудь пожалели в своей жизни? Были периоды, что вы говорили себе, зря я вступила на этот путь? Никогда, никогда. Потому что я всегда, что бы я ни играла, эпизоды, кушать подано или еще что-то, этого было достаточно в моей жизни, я всегда ходила на работу с удовольствием. До сих пор я люблю свою работу, и для меня счастье. Я 7 лет играла в студии Алексея Левицкого, была такая студия, у него театр, мы играли на малой сцене, театр около. Совершенно на чистом энтузиазме, потому что мне нравилось, что он делает, не получая ни копейки денег, ничего. Просто мне нравилось работать, мне нравилось, как он делает спектакли, мне нравилось с ним просто работать и с его командой. Вот вам, пожалуйста, я получала... Это у нас в основном были выходные дни, в понедельник мы занимались этой студией. И мне это очень нравилось, я получала большое удовольствие. И до сих пор я рада, если меня кого-то приглашают, если мне предлагают, если меня утверждают, если я снимаюсь. Просто, я могу сказать, хобби – это знак равенства, и работа – это хобби. То есть вам не приходилось отказываться ни от каких предложений? Вы все предпринимали? – Ну вот я вам и сказала, что я отказывалась, вот когда у меня были дети. – Ну это понятно, это по обстоятельствам семейным. А потому что не понравился сценарий, или с кем-то не хотелось? – Нет, никогда, я всегда соглашаюсь. – Ваши стихи – театр или кино все-таки? Где вы себя комфортнее ощущаете? На площадке или на сцене? – Ну сейчас, если вам сказать честно, у меня очень мало работы в театре. Правда, я сделала свой спектакль, сама как режиссер. Это пьеса Надежды Птушкиной «При чужих свечах». Мы там играем этот спектакль с одной актрисой вдвоем. Вот. Но, к сожалению, вот мы играем в библиотеке имени Жуковского. Я не знаю, будет ли это реклама или как это считаться. Но сейчас мы просто не играем, потому что вот из-за пандемии. Я это сделала только потому, чтобы мне не хватало работы в театре. Вот. А в кино мне как-то больше сейчас везет, чем в театре. – Когда повезло? Крайне, как принято говорить, ваше среди раз. – Ну вот, когда вот я стала сниматься, потом стала отказываться, и как-то у меня какой-то большой длительный период был, что я не снималась. А потом Лера Гайгерманика мне вот предложила школу. Причем, когда я пришла на пробы, я даже не знала, что она режиссер. Просто пробы были, а сзади сидела девушка с собакой. Потом я узнала, а кто это? А мне сказали, ну это же режиссер. И вот мы ставились, я стала у нее сниматься, и я ей все время говорю, Лера, вот несмотря на то, что вы возраста моей младшей дочери, но я вас считаю своей крестной мамой. Она как-то меня вот подтолкнула, вот дала какой-то вот толчок опять в кино. До этого как-то было немножечко пустовато в кино. – Это была удача, вы считаете? – Школа? – Да. – Ну, я считаю, что фильм «Удача», хотя сама я себе там не нравлюсь. Но фильм «Удача». – Вам не нравится, не нравится себе вот образ неточный? Что вы имеете в виду, вы не нравитесь себе? Такая властная? – Ну да, да, ну это да, да, это да. Ну мне что-то там не нравится, как она это снимала, потому что иногда было очень, ну она же снимала, как это называется, ну плывущей камерой, что ли. Иногда были ракурсы вот отсюда, или вот так вот. Все, камера-то плавающая была, на кадр не выставляла. Камера была… – То есть вы говорите про картинку, а не про образ? – Про картинку, да. Про картинку, да. Не очень там иногда бывало хорошо. Я была довольна, как я выгляжу. – А хорошо, тогда приведите пример ленты, где вы считаете, что очень удачно… – Не знаю, не знаю, такого, наверное, нет, но там не все мне нравится. – А вы вообще считаете в жизни, если мы не про профессию говорим, не про кино, не про театр, а в жизни вообще удача – это существенный вообще фактор? Или каждому человеку что-то прописано, и он идет по этому пути? – Нет, я не фаталист, далеко не фаталист. Я считаю, что очень много зависит от себя, очень много зависит от тебя. Может быть, тебе какое-то дает направление, но очень зависит много от человека, от его головы, от его ума, от его способности, от его способности ладить с людьми, от его терпения, выдержки. Понимаете? Все равно идти и добиваться того, что ты хочешь. – Вы вообще за работами отца наблюдали пристально? То есть на каждую премьеру ходили? – Конечно, да. – Ходили с кем-то или ходили соло для того, чтобы никто не мешал? – Нет, ну по-разному. По-разному, потому что какие-то фильмы, я еще была девочкой. Я помню, я пошла смотреть с подружками бриллиантовую руку. – О да, там есть сцена. – Да. И я просто потом выскочила из зала, мне было так стыдно, что там с папой снимают трусы, плавки, и он там без плавок немножко плавает. На следующий день даже в школу не пошла. Мне было очень нехорошо. – Но при этом ведь вряд ли кто-то вам что-то по этому поводу сказал. – Да никто не сказал. Ну просто какая-то такая была внутренняя стыдливость какая-то. Стыдно было мне за это. – А разве у людей вашей профессии вот могут быть эти комплексы? Мне кажется, человек, который выбрал эту стезю, ну, играть, лицедействовать, он должен быть готов к тому, чтобы, ну, условно говоря, быть без трусов. – Я вам должна сказать, что вот я сейчас смотрю, как, ну вот актрисы лихо там снимают, играют постельные сцены в кино. Мне по молодости я не очень много снималась, мне такого не удавалось, играть постельные сцены. Ну не знаю, как бы я с этим справилась. Сейчас как-то они очень здорово играют. Вот даже в фильме «Трое». Очень как-то это все хорошо, красиво. Но мне вот такого не удавалось. Думаю, что, конечно, не удастся. – Почему не так? – Правда, знаете, была одна картина, где мы, супруги возрасте, там приезжаем к детям, и они там за стенкой занимаются любовью. – У нас традиции мы финишируем всегда пожеланием, загадыванием желания гостя нашему дяде Володе, нашей золотой рыбке. Что пожелает Елена Папанова? – Ну вот если Володя – это прекрасная золотая рыбка, разумная, то я ему желаю, как сказал Андрей Мудрец, он сказал так, как наша жизнь, то, что мы думаем о ней. Если Володя, сидя в таком красивом аквариуме, будет думать, что у него жизнь плохая, так она и будет. А если он будет думать, что у него жизнь классная и все хорошо, действительно, жизнь будет классная. Поэтому я ему желаю думать именно так – что у него все хорошо и у него все хорошо будет. – Пусть у нас у всех будет классная жизнь. Большое вам спасибо Спасибо, что пригласили. И за беседу. Спасибо.